Виртуальный мир это родина чудес. В нем возможно все, что нереально сделать в обычной жизни. Все самые смелые желания сбываются. Однако за все эти цифровые прелести человеку приходится платить. И платой является человеческая душа. Погрузившись однажды в виртуальность, геймер теряет волю. Именно тогда компьютерное зазеркалье начинает собирать свою жуткую дань. Сознание человека заполняется страшными демонами, мерзкими тварями, сумасшедшими убийцами, тягостными предчувствиями и постоянным ожиданием опасности. Мы представляем вам самые темные стороны игровой вселенной. Вы поймете, компьютерные игры это не игрушка. Это воплощение всего самого отвратительного, что может породить человеческий разум. Приготовьтесь, в ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Мементу море гласит латинская мудрость. О смерти действительно стоит помнить, особенно в виртуальном мире, где старуха с косой всегда рядом. И очень многое в компьютерной вселенной предупреждает о худшем финале. Прямо сейчас мы представим вам страшно интересную десятку самых мрачных и ужасных пророчеств по ту сторону экрана. Каждые 50 тысяч лет на горизонте нашей Вселенной появлялись пожинатели. Эта кибернетическая раса после многолетней спячки в межгалактическом пространстве приходит собирать урожай из разумной органической жизни. Над цивилизациями, достигшими пика развития, нависала смертельная угроза. Искусственному интеллекту чужды были такие понятия, как жалость и сострадание. Даже самые непримиримые расы, зачастую враждующие между собой, перед лицом опасностей объединялись, чтобы дать отпор врагу, отчаянно сражаясь за место в этом мире. Но всегда эта борьба оказывалась бессмысленной, ибо непобедимые пожинатели непременно стирали очередную цивилизацию с лица земли. И уходили, чтобы через 50 тысяч лет снова вернуться. В 22 веке час настал, но человечество в союзе с Ассари, бетарианцами, волусами, каварианами, кроганами, саларианами и турианцами смогли нарушить страшный порядок. И не впустили пожинателей, не дав открыть портал. Пророчество о появлении пожинателей открывает сегодняшний мрачный список. Побежденное зло однажды восстанет вновь в человеческом обличии, и будет он ходить средь невинных и пожирать их, сея ужас по всей земле. На небесах начнется великая война, сыны людей будут втянуты в конфликт, и вся надежда на спасение будет потеряна. Повелитель ненависти сойдет со своего трона, чтобы обратить в огонь все сущее. Такое пророчество однажды пришло во сне некоему простому повесе, прожигающему свою жизнь в трактирах. С тех пор сны его превратились в непрекращающуюся череду кошмаров, которым он отказывался верить. Но в один вечер Забулдыга наяву увидел того человека, о котором говорилось во сне. Странник, облаченный в темные одежды, внушал людям страх, граничащий с безумием. Как оказалось, этой фигурой был рыцарь, однажды повергший самого дьявола и заточивший его душу в волшебный камень душ. Однако, случилось так, что победитель, обезумев, сам воткнул этот кристалл себе в голову, и тогда дьявол поселился в его теле. Дурманящий сон, возвестивший о приходе самого дьявола из Диабло 2, болезненным туманом витает на девятой позиции, среди самых страшных виртуальных пророчеств. Поступок богов, изгнавших повелительницу смерти Хель, чуть не поставил крест на будущем Мидгарда, мира живых. Поклявшись во что бы то ни стало отомстить асам, дерзкая и безжалостная дочь Локи собрала громадную армию из воскресших самых свирепых, жестоких и беспощадных в прошлой жизни викинг. Армада смерти двинулась в крестовый поход против смертных, чтобы завоевать Мидгард и тем самым разбудить спящего Панрира. К счастью, на помощь людям пришла богиня любви и войны Фрея. Выбрав бесстрашного воина Скарина, она наделила его магической силой и направила на борьбу с нечистью. Хелл и ее армия были повержены солдатами, ведомыми Скарином, а ужасному пророчеству так и не суждено было сбыться. Впрочем, этот скандинавский богатырь из викинг Battle for Asgard не смог спасти хит-парад самых ужасных пророчеств от Рагнарюка. Восьмое место. Дадим вам пару минут, чтобы пораздумать над вышесказанным. После рекламы мы вернемся с еще более ужасающими предсказаниями. Не переключайтесь. Предупрежден, значит вооружен. Это правило безотказно действует и в виртуальном мире. Однако предупреждения по ту сторону экрана настолько мрачны, что у любого нормального человека просто опускаются руки. Мы продолжаем обратный отчет самых невеселых пророчеств компьютерной вселенной. Неутомимый Ларри Крофт с самого детства не сиделась на месте. Малейшая тайна, самая незначительная историческая загадка, заставляли ее покидать дом и, отчертя голову, окунаться в приключения. Так случилось и на этот раз, когда ей стало известно о зловещем предсказании древних индейцев майя, возвещавших о грядущем конца света. Согласно этому предсказанию, в 2012 году, в дни Ваеб, должно было свершиться событие, которое упоминалось в Библии. По версии майя, в году не 12, а 18 месяцев, по 20 дней каждый. Оставшиеся дни назывались Ваеб. Именно в это время, на территории современной Мексики, открывается портал, ведущий в самые глубины ада. Ларри было известно, что 21 декабря 2012 года должен был начаться цикл так называемого «длинного счета» и наступить новая эра. Адский портал должен был уничтожить человечество. Решительная и преисполненная ответственностью расхитителя инцегробниц Лара Крофт, не раздумывая, принялась делать все возможное, чтобы помешать судьбе. Ведь шанс был. Нависшее домокловым мечом над всей землей пророчество древних майя из Tomb Raider Underworld удостаивается седьмой позиции в нашем топ-листе. Сколько веков существовал этот клан, столько жила великая легенда, передававшаяся из поколения в поколение. Однажды с небес спустился могучий воин, держащий в руках божественный меч. Он избавил человечество от великого зла, а свой магический артефакт оставил этому народу и поручил его охранять. Когда-нибудь у правителя должен был родиться сын, которому суждено было поднять божественный меч и повезти людей по дороге в небеса. Но боги словно посмеялись над правителем Шеннон и его народом. У него действительно родился ребенок, но не мальчик, а девочка. Новоиспеченный отец, переисполненный разочарованием, пожелал убить ребенка. Небеса не дали ослепленному яростью мужчине поднять руку на дитя. Нарико, так назвали девочку, была уготована великая судьба. Когда однажды на земли Шена напала армия амбициозного короля Бохена, ведомого желанием захватить божественный меч, Нарико взяла артефакт в руки. Она знала, что неземной дух оружия заберет ее жизнь, но тем не менее решила воспользоваться его мощью и спасти свой народ. Пророчество из Heavenly Sword, обернувшееся для клана, охраняющего божественный меч, большими проблемами, становится шестым в книге виртуальных пророчеств. Три кольца высшим эльфам под покровом светил, семь властителям гномов под покровом земли, девять смертным, чьей жребий молчанью могил, и одно повелителю глобальных сил. В царстве Мордора, мрачном, где тени легли, отыскать их, собрать их, предать их ему, воедино сковать их и ввергнуть во тьму. В царстве Мордора, мрачном, где тени легли. Именно под эти заклинания в темных горах Мордора ковались 20 волшебных колец. Их делали эльфы по наущению злого колдуна Саурона. 19 из них должны были быть розданы по назначению, а 20-е, выкованное лично Сауроном, было создано, чтобы остаться у этого темного властелина и управлять всеми предыдущими их обладателями. Кольца являлись собой общественный и магический символ могущества, а потому за обладание ими среди самых разных народов и раз среди земля начали вестись кровопролитные войны. Так продолжалось до тех пор, пока в одной из битв Саурону не отрубили палец вместе с его кольцом всевластия. Тогда он утратил свое могущество. Роковое пророчество о 20 волшебных кольцах из серии The Lord of the Rings становится пятым среди самых мрачных пророчеств виртуальности. Когда зло вынашивает мерзкие планы, оно очень ревностно охраняет плоды своего труда. Коварный лорд Люсьен мечтал поработить мир и планомерно двигался к своей цели. Но однажды Гаталка сказала ему, что на его пути стоят четыре человека, угрожающие исполнению его мечты. Эти личности были разбросаны по миру, и лорд Люсьен незамедлительно принялся разыскивать их, чтобы уничтожить. Его первым местом назначения стал городок Бауэрстоун, где жил мальчик по имени Воробей со своей сестрой Роуз. По предположениям Люсьена, кто-то из этих двоих был тем, на кого он охотился. Лорд решил не мелочиться и убить обоих детей. Он обманом заманил их в свой прекрасный замок, обещая обучить основам магии. Когда ребята оказались на его территории, он хладнокровно убил Роуз, а Воробья просто вышвырнул в открытое окно. Чудесным образом мальчик выжил. С тех пор единственной целью его жизни стала отомстить лорду за смерть сестры. Собрав остальных троих ключевых персон, положив конец безумному плану Люсьена. Дорога была полна смертельных опасных препятствий, но парень не мог себе позволить остановиться. Предсказанию старой гадалки, превратившемуся в охоту на людей из Фейбл 2, мы отдаем четвертое место. Через пару минут вы увидите тройку наиболее зловещих пророчеств игрового мира. От них веет тотальной безысходностью, но даже тогда есть шанс спасти положение. Оставайтесь с нами. В древние времена гонцу несущему плохую весть отрубали голову. В виртуальном мире это можно проделывать с каждым вторым. Настолько много там желающих поведать о каком-нибудь мрачном пророчестве. Три наиболее шокирующих из них мы представляем вам прямо сейчас. Некоторые истории лучше не слышать. Некоторые секреты лучше не выдавать. Некоторые шкатулки лучше не открывать. Такую, как шкатулка Пандоры. Да уберегут боги ее от невежд. Ибо если приоткроют они ее, страшное зло, все самые гадкие, мерзкие и отвратительные проявления человеческой натуры вырвутся на свободу. Знал это и Чарльз Деккарт, вор, специализирующийся на произведениях искусства. Но он не смог удержаться от соблазна, когда увидел шкатулку в подвале музея Нью-Йорка. Прикоснувшись к коробочке, он понял, что совершил страшную ошибку. Ведь приложив к ней руку, он тем самым открыл легендарную шкатулку. Бедный Чарльз воочию убедился в том, что миф оказался невыдумкой. Тысячи и тысячи порождений зла. Оборотни, минотавры, грифоны, големы, кракены, огненные драконы, ехидны, нари заполнили землю. Но сможет ли Деккарт, отмеченный печатью Пандоры, спасти мир? Это большой вопрос. Открытая вором шкатулка Пандоры из «Леджендари» в момент переносится на третью позицию нашего пророческого списка. Многие тысячи лет в самых разных уголках мира существовали древности. Таинственные и могущественные артефакты разных размеров и форм. Испокон веков вокруг древностей концентрировалась жизнь. Строились города, в них жили самые разные существа. Все поклонялись старым артефактам, поддерживающим жизнь и гармонию вокруг. Но однажды в один из крупнейших городов пришла женщина по имени Ройс со своей свитой. Она заговорила от имени некоего завоевателя и объявила во всеуслышание, что скоро древности проснутся и времена изменятся. Что она хотела этим сказать, никто не знал. Однако, вскоре людям было суждено увидеть суть того, о чем она говорила. Баланс мира нарушился, мир был ввергнут в настоящий ад. Из самых неведомых уголков планеты начали появляться чудовища невероятных форм и силы, служившие коварному замыслу завоевателя. Однако, против него восстал молодой парень по имени Раш. У которого подданные завоевателя похитили сестру Айрин. Раш жаждал вернуть ее, отомстить обидчикам и положить конец глобальной войне. Предсказание о пробуждении древности из The Last Revenant получает второе место нашего рейтинга. Какое же из пророчеств стало самым грозным? Какая новость оказалась достаточно мрачной, чтобы взойти на вершину пьедестала? Об этом вы узнаете после того, как вновь воскресите в памяти девять претендентов на это невеселое первенство. Открыла наш хит-парад весть о нашествии расопожинателей из Mass Effect, о котором предупреждали все вокруг. Девятым стал кошмарный сон из Диабло 2, ставший явью и приведший в мир дьявола в человеческом обличке. Восьмое место принадлежит концу света, известному как Рагнарёв из Viking Battle for Asgard, ставшему результатом мести богини за ее изгнание. Седьмую позицию занимает мрачное предсказание древних индейцев майя из Tomb Raider Underworld, возвещавших о начале новой эры, где нет места человеку. Под номером шесть в нашем списке числится легенда о наследнике великого воина из Heavenly Sword, доставившая немало проблем своему клану. В середине нашего хит-парада находится легенда о кольцах могущества из The Lord of the Rings, предназначенных для порабощения всех земель Средиземья. Пятое место. Четвертой стала весть гадалки из Fable 2 о том, что на свете есть четыре человека, способные противостоять всемирному злу и положившие начало охоте на этих людей. На третьем месте находится предупреждение об ужасной шкатулке Пандоры из Legendary, которым пренебрег один взорвавшийся вор. Почетное второе место отдается пророчеству Роэс из The Last Remnant, объявившей о том, что великие древности восстанут и мир погрузится во мрак нескончаемой войны. А сейчас приготовьтесь к самому ужасному из пророчеств. Первое место. Все грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Известные предсказатели и многочисленные шарлатаны не раз предсказывали наступление конца света. Однако человечество не было готово к тому, что строки из откровений святого Иоанна Богослова станут приговором людям в начале 21 века. Четыре всадника Апокалипсиса спустились на грешную землю, предвещая конец цивилизации. Среди них была и война. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. На огненно-рыжем скакуне по имени Руин он начал сеять смерть и разрушение, сражаясь как со смертными, так и с ангелами ада и рая, низвергая своим мечом кару Господа. Он убивал и тех, и других, чтобы наконец понять, что силы добра и зла, сговорившись, решили стереть человечество с лица земли руками четырех всадников, использовав его как марионетку. Конец света, наступивший в Дарксайндерс, стал отражением пророчества святого Иоанна Богослова, которое занимает высшую строчку топ-листа самых ужасных пророчеств игровой вселенной. Только что вы десять раз воочию убедились, что в виртуальном мире все грозит обрушиться в любой момент, и пророчеств тому не счесть. Многие из них ужасно напоминают пророчества из нашего мира, и в этом есть какая-то зловещая связь. Если не случится конца света, то в дальнейшем мы продолжим знакомить вас с самыми пугающими аспектами компьютерной вселенной, и вам, как всегда, будет страшно.